Сегодня я хочу обсудить главную причину, почему артерии кальцифицируются и в перспективе могут окостенеть. Поскольку болезни сердца убивают больше всего людей в мире, думаю, важно обсудить данную проблему с точки зрения питания, чтобы вы знали, что с этим можно сделать. В этом видео мы в основном обсудим ту часть проблемы, которая связана с кальцием, а не с холестерином и другими проблемами сердца. Каковы главные признаки надвигающегося инфаркта? Первое — это боль в груди, особенно когда вы тренируетесь, напрягаетесь или переживаете эмоциональный стресс. И если эта боль отступает, когда вы отдыхаете, это показатель возможных проблем с сердцем. Бывает и отражённая боль в левом плече или предплечье, или даже в спине, в челюсти, с этой стороны головы. Поскольку сердце слева, боль может отдавать в левую половину. Третье — жжение в груди. Это не совсем изжога. Просто ощущение жжения в груди никак не связанное с кислотой. Четвёртое — отдышка, особенно во время тренировок или подъёма по лестнице. И пятое — никаких симптомов. Человек просто умирает от инфаркта. Большая проблема с кальцием — отвердевание сосудов. Они теряют эластичность. Мы уже не можем адаптироваться к стрессу, физическим нагрузкам и скачкам давления и так далее. Сосуды просто твердеют, и это создаёт огромный стресс для всего организма. Что касается кальция в сосудах, он не пассивен. Кальций не оказывается в сосудах ни с того, ни с сего. Это активный процесс, происходящий при некоторых недугах. Что касается формы кальция в сосудах, было установлено, что это тот же самый тип кальция, что и в костях — гидроксиапатит. Этот тип кальция составляет 70% всего кальция в костях. А сосудистая система — вторая по количеству кальция ткань в организме, после костей. Мы знаем, что с возрастом кальция в организме накапливается. Отложения кальция появляются в суставах, конечно, в сосудах, в глазах, в прочих тканях, повсюду. И это видео, которое вы смотрите, очень важно для понимания механизма этого процесса и что с этим делать. Нам нужно сохранить кальций в костях, а остальные ткани сохранить свободными от него. Как я уже говорил, нам не нужно, чтобы сосуды окостенели. И есть очень хороший анализ, определяющий, есть ли у вас кальций в сосудах. Называется индекс коронарного кальция. Другое его название — КТ-скрининг коронарного кальция. Я его делал. Результат должен быть нулевым. Ноль кальция в сосудах. Это гарантирует очень-очень низкий риск инфаркта и летального исхода. Кальций-скрининг — это не только один из лучших предсказателей того, будет ли у вас инфаркт, но и очень хороший предсказатель летального исхода, потому что кальцификация тканей — это патологический признак серьёзных проблем со здоровьем. Хочу упомянуть ещё один момент. У большинства людей за 60 есть некоторое количество скоплений кальция в сосудах, которого, повторюсь, вообще не должно там быть. Хочу сказать кое-что о костной ткани. У нас в костях есть два типа клеток. Есть остеобласты, а есть остеокласты. Остеобласты — это клетки в костях, производящие костную ткань. Они производят костную ткань, формируют кости. И есть остеокласты, которые разлагают, расщепляют кости. То есть в костях всё время происходят два этих процесса. Если преобладают остеокласты, развивается остеопороз. Если же преобладают остеобласты, особенно в сосудах, начинается кальцификация сосудов. Сосуды просто превращаются в кости, что просто неестественно. А говоря о внутренности сосудов, мы говорим об эндотелии, это внутренний слой сосудов. В этом слое сосудов есть стволовые клетки. И эти клетки остеогенны. Что значит остеогенны? Это значит, что они способны производить кости. Стволовая клетка — это не дифференцированная клетка. Это как бы чистый лист, заготовка, потенциально способная стать той или иной клеткой, смотря что сейчас нужно организму. И когда в сосудах начинает развиваться костная ткань, это большая проблема с ошибочным определением того, чем должна стать стволовая клетка. Если взять аутоиммунные болезни, там та же самая проблема — ошибка дифференциации. Иммунитет не способен отличать нормальные клетки от патогенов. Это приводит к атаке на собственные клетки. В данном случае всё очень похоже. Это ошибка дифференциации. И знаете что? Витамин К2 — это витамин, который открыли совсем недавно. Я говорю «открытый», и, конечно, я имею в виду, что он был всегда. Мы просто о нём не знали. Витамин К2 участвует в процессе этой дифференциации. Если у вас в организме достаточно витамина К2, он будет подавлять процесс кальцификации сосудов. Он будет подавлять остеобласты, клетки, формирующие кости, не там, где следует. Витамин К2 — мощный стимулятор определённого белка под названием матриксный GLA-белок. Этот белок препятствует минерализации сосудов и зависит он от витамина К2. А если у вас нет витамина К2, этот белок не будет подавлять минерализацию, то есть кальцификацию сосудов. Витамин К2 становится всё популярнее. В интернете можно найти более 3,5 тысяч исследований витамина К2. Главная функция витамина К2 — не пускать кальций в сосуды, сохранять его в костях и за счёт этого делать кости очень прочными. Я считаю, что у большинства людей дефицит витамина К2 как минимум скрытый. В следующем разделе я расскажу, почему. Так откуда у нас дефицит К2? Что любопытно, в витамине К2 его производят бактерии. Это отличает его от витамина К1, который мы получаем из листовой зелени. Витамин К2 производят бактерии. Даже бактерии в нашем кишечнике превращают витамин К1 в К2 при правильном составе микрофлоры. Итак, если у вас проблемы с кишечником и нарушена его микрофлора, то превращение не будет происходить. Это первое. И что касается проблем с усвоением, витамин К2 — жирорастворимый. Это значит, что его усвоение зависит от желчи, которую производит печень. А если печень жирная, а печень точно жирная, если выпирает живот. Если жир есть в животе, он есть и в печени. Чем больше повреждена печень, тем меньше будет желчи, и тем меньше витамина К2 вы усвоите. Если у вас удален желчный пузырь или в нем застой желчи, если у вас с ним проблемы, если у вас нехватка желчи, то проблемы будут и с усвоением витамина К2. Если кишечник воспален, если установлен желудочный шунт или есть еще какие-то проблемы с кишечником, это помешает усвоению витамина К2. Ещё нехватка К2 бывает при нехватке ферментированной пищи, ведь некоторые бактерии, участвующие в ферментации, могут производить витамин К2. Приведу примеры. Есть НАТО — ферментированные соевые бобы. Они очень популярны на Востоке. На Западе — нет. Витамин К2 есть в квашеной капусте. Вы знаете, что это такое. Сыр — ферментированный продукт. Сыр из цельного молока, особенно твёрдые и мягкие сыры из Европы. Там сыр обычно делают из сырого молока, и в нём будет довольно много витамина К2. Если сможете найти масло травяного откорма из сырого молока, в нём будет довольно много К2. И знаете что? Масло — это ферментированный продукт. И, конечно, есть кефир, который на голову выше йогурта. Если этот кефир травяного откорма, в нём будет довольно много К2. Конечно, если это магазинный йогурт или кефир, пастеризованный и подслащённый, скорее всего, К2 там будет немного. Витамин К2 есть ещё в яичных желтках. Он также есть в говяжьей печени, особенно травяного откорма. Он есть в колбасе и вообще в жирных продуктах. А при низкожировой диете всего этого вы, вероятно, не едите. И что для меня странно, угадайте, каковы стандартные рекомендации для сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы подумали, низкожировая диета, то вы правы. Что же там рекомендуют? Рекомендуют фрукты, овощи, злаки, причём половина цельных и половина очищенных. И допускают даже немалое количество добавленного сахара. Так что вот вам очередной пример того, когда надо узнать, что общепринято, что традиционно рекомендуется, и поступать полностью наоборот. Взять, к примеру, препараты статины. Статины блокируют витамин К2. Ссылку на исследование по этой теме я оставлю внизу. Что касается типа витамина К2, есть много разных типов. Тот тип, что присутствует в этих продуктах, — МК4. Но если брать добавки с МК4, там он будет синтетическим. Я рекомендую натуральную форму витамина К2. Это форма МК7. Также я советую принимать его вместе с витамином D. Что касается пропорций, то на 10000 МЕ витамина D3 должно приходиться 100 микрограммов витамина К2. И последнее, что касается витамина D. Это любопытно. Некоторых беспокоит токсичность, витамина D3. Так вот, единственный побочный эффект при приёме очень больших доз витамина D3, под очень большими я понимаю несколько сотен тысяч МЕ витамина D3 более месяца подряд. Единственное существенное осложнение — это гиперкальциемия. То есть избыток кальция в крови. А что у нас делает витамин К2? Помогает удалять кальций из сосудов и направлять его в кости. Вот почему я рекомендую принимать их вместе. И на этой ноте, я думаю, вам будет интересно посмотреть ещё одно моё видео о витамине К. Вот оно.